Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев посетил Кустанайскую область с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с населением области, выступить с предложением и задать интересующие вопросы могли все желающие. Больше всего граждан волнует тема ремонта дорог не только областного, но и районного значения. Эти средства нам нужны для того, чтобы обеспечить сохранность дорог на будущее, чтобы мы не довели дорог до того состояния, который сейчас у нас есть. И это поможет нам через 5-10 лет дороги сохранять на надлежащем этапе. Это вот третий. То есть деньги будут направлены на содержание дорог и на то, чтобы обеспечить необходимое количество техники. Поймите правильно, пожалуйста, мы сегодня озвучили, почти 517 километров по области будем ремонтировать. Все эти деньги государство берет в долг. Бюджетных денег недостаточно. Эти деньги мы берем в таких банках, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции развития которых в течение 20 лет нужно вернуть. Одна из наболевших – трасса Узунколь-Сарыколь. Проведение среднего ремонта не увенчалось успехом. Нужна полная реконструкция автодороги. Как резюмировал министр, проект по данному вопросу уже разработан. В ближайшее время должны выделить средства. Однако, чтобы новые дороги прослужили дольше, необходимо решить проблему большегрузов. Те законодательные нормы, которые мы двигаем, они следующие. Первое, грузоподъемный, собственный вес машин ездит больше 12 тонн, то эти машины груженно не имеют права ездить на дорогах общего поля. Груженно. Почему сейчас закон так написано? Если масса с грузом 25 и более тонн, то они не имеют права ездить. 25 и более, который выступает с 1 января 1926 года. Но в тех паспортах максимальная погрузка машины с грузом, они поддельные. А в собственном массе, это настоящая масса. Поэтому законодательная норма, что двигает? Первое, с 1 января 1925 года ограничено выезд на дорогу общего пользования массой свыше 12 тонн. Уделить особое внимание не только проведению ремонтных работ, а также строительству новых, поручил и глава государства Касым Жумар Токаев в своем очередном послании. Кроме того, в приоритете качество. А для этого необходимо применять инновационные методы и передовые решения, отметил президент. Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируются и строятся около 12 тысяч километров автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2500 километров межобластных и межрайонных автодорог. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране. В текущем 2024 году были запущены значительные проекты по реконструкции автодорог, пролегающих через ключевые транспортные магистрали в Кустанайской области. Приоритет данных проектов – обеспечение жителей региона безопасными и удобными условиями передвижения. Одним из важных вопросов остается решение первоочередных инфраструктурных проектов. В рамках развития транспортно-логистического сектора нашей области в текущем году особое внимание уделено ремонту дорог республиканского значения, местного значения, а также улиц населенных пунктов. Таким образом, бюджет автодорожной отрасли в текущем году составил рекордные 73,2 миллиарда тенге, что на 24% уровня прошлого года. Данные меры позволят отремонтировать порядка 1300 километров автодорог общего пользования, а также 371 участок в 108 населенных пунктах. В текущем году начаты крупные автодорожные проекты на основных транспортных коридорах, к примеру, такие как Мамлютка-Кустанай – неудовлетворительный участок от села Узумколь до границы Североказахстанской области, Екатеринбург-Калматы – неудовлетворительный участок от села Сарыколь до границы Североказахстанской области, а также Джисказган-Петропавловск от в границах города Аркалык до границы Улутаусской области. Немало планов по ремонту дорог в области на ближайшее время. Так, к примеру, в 2025-2026 годах будет осуществлен ремонт 1600 километров автодорог местного значения и 420 участков улиц. Специалисты отмечают, кроме работы над качеством, важно, чтобы эти цифры с каждым годом увеличивались. Все вышеперечисленные меры в первую очередь направлены на обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей и гостей области. И как результат повысится транспортный и логистический потенциал нашего региона. В последующем данные работы будут продолжены. В целом, цель нашей работы заключается в том, чтобы до конца 29-го года довести долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, до 99%. Немаловажной составляющей в данном вопросе является деятельность Национального центра качества дорожных активов. Специалисты контролируют качество строительства объектов, осуществляют мониторинг строительных работ и безопасности на дорогах, обеспечивая соответствие стандартам и требованиям законодательства. Мы занимаемся выборочной экспертизой качества работы материалов в рамках реализуемых проектов на автодорожной отрасли нашей области. То есть это мы включаем республиканские трассы, областного значения, районные автомобильные дороги, в том числе непосредственно улично-дорожная сеть. У нас, будучи РГП на ПХВ, мы работаем на договорной основе. Сейчас в данный момент прорабатывается вопрос, чтобы у нас был единый договор с комитетом автомобильных дорог, чтобы мы на основании этого договора работали, заходили на все проекты. В данном случае мы сейчас работаем и на основании договора с каждым районным ЖКХ. Понимаете, это усложняет немного наш процесс. В текущем году на ремонт автодорог в области было выделено более 70 миллиардов тенге. Специалисты также отметили, что у них на постоянном контроле и реконструкцию улиц областного центра. Так, к примеру, ремонтные работы продолжаются еще по улице Лермонтова. На сегодняшний день специалистами нашего центра качества по области было проведено порядка 750 инспекций, выездов, скажем, да, в рамках которых было отобрано порядка 2000 проб, из которых, к сожалению, 35-40% в зависимости от проектов идет несоответствие. Данные несоответствия находятся на контроле. Помимо этого было зафиксировано порядка 800-900 дефектов замечаний, из которых, к сожалению, тоже порядка 40% всего лишь устранено. Но в целом после поправок, внесенных в нормативные документы, сейчас заказчики очень строго следят за этим. Другим важным вопросом является обслуживание пассажирских поездов, а также высокий показатель изношенности вагонов, особенно по маршруту Кустанай-Алматы. Это может представлять опасность для пассажиров, важно принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и комфорта населения. Мы же не говорим, что у нас нет возможности и на этом все закрыли. Именно поэтому у нас последние 4 года получилось так, 600 вагонов убития было, а прибытие всего 300 вагонов было. И поэтому летний период у нас катастрофически не хватает вагонного парка. Из того же 2667 у нас 28% вагонов, это еще которые без кондиционера, в которых мы еще летний период, в силу того, что невозможно на них ездить, мы с оборотом изымаем часть. Поэтому мы говорим, вот отвечая на ваш вопрос, сейчас в целом на пятилетный рубеж 1200 поставки, 1200 новых вагонов законтактовали. Как резюмировал министр транспорта Марат Карабаев, работы по решению этой проблемы уже начаты, вопрос лишь во времени. В течение пяти лет планируется закуп 1200 новых вагонов. Кроме того, реализация реформы железнодорожной области должна сопровождаться пересмотром тарифной системы. Состояние вагонов ужасное. Вагоны на 30-40 лет взяли из-под забора и поставили сюда. Мы в 21 веке живем, это страшно. Да, действительно, у нас частные перевозчики привлечены. Но если вы работаете в этой отрасли, вы лучше, чем я знаете. С чем это связано? У нас сейчас 2667, кажется, вагонов пассажирских. Из них 2100, которые принадлежат Казахстану и Тимаржуала, остальные частные вагоны. Да, случилось так, что, к сожалению, либо 5 лет, либо 20 лет, они 20 лет взяли обязательства. Вагоны не обновляют. Ну и у Казахстана и Тимаржуала, новые вагоны, которые поступают, они не успевают для того, чтобы мы частных убрали, туда национальную компанию завезли. Есть, по сути, два варианта. Либо сейчас, на данном этапе, тем, что можно без проблем эту частную компанию убрать полностью, да. Тогда и вагонов не останется. Нет у Казахстана и Тимаржуала достаточного объема вагонов для того, чтобы сейчас обеспечить этот маршрут. Состояние железнодорожных сетей находится на постоянном контроле. К примеру, на данный момент компания «Казахстан-Тимаржуала» реализуется три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью свыше 1000 километров. Еще одним важным вопросом являются платные дороги. С каждым годом их количество увеличивается. Как говорят специалисты, связано это прежде всего с увеличением транзитного потока. У нас более 3000 километров платных автодорог. Это дороги первой и второй категории. Также мы планируем до конца текущего года ввести платность еще более 2000 километров дорог. Все это связано с ростом транзитного потока. В целом, для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряется система взимания платы. В нашей области на данный момент платных дорог нет. Однако к 2025 году платными планируют сделать трассы «Кустанай-Денисовка» и «Кустанай-Троицк». Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, за год на таких магистралях собирается около 36 миллиардов тенге. Их направляют на покупку техники, а также на содержание этих дорог. Требования о том, что обязательно должно быть четырехполосные и только эти дороги будут платными, нет. Платность исходится поэтапно после завершения работ по ремонту либо по реконструкции. Теперь основная доля платности мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится таким транзитным хабром. По нашей территории ездит столько машин иностранных стран, и они должны платить. Первое. Второе. Что для людей, которые в местности живут, в той окрестнице, которая ежедневно пользуется, для них есть система абонентской платы. Годовая либо ежемесячная. Но это зависит от того, что те граждане, которые прикрепляются между арками определенного района, их маршрут определяется. Есть, что, допустим, определенный маршрут, он примерно один НРП. Это 3 тысячи пятьсот. У него будет абонентская плата. Сегодня одна из приоритетных задач в регионе – улучшить качество дорог, а также обеспечить безопасным и комфортным передвижением населения на долгие годы вперед. На эти цели из бюджета ежегодно выделяется немало средств. Появляются различные социальные программы, реализуется ряд новых проектов. С вами была программа «Регион-10». Я ее ведущая. Бульзада и Шуакова. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова